Ничего другого, более сильного, более чувственного, более интересного у меня в детстве не было. Телевидение отсутствовало, радио работало плохо, приемник Си-235 как максимум ловил голос Албании или голос Румынии, даже голос Америки он не захватывал. Поэтому Саратовский театр юного зрителя, это был, ну не знаю как назвать, была радость, столь необходимая в детстве. Радость такая, знаете, как у Андерсена формулируется, когда тебе принадлежит весь мир и еще пара коньков в придачу. И достоинство Юрия Петровича было, как мне кажется, вот в несуетности. Он делал то, что считал нужным. Он, знаете, есть такое церковное выражение, окормление души. Вот он занимался этим в городе Саратов, занимался рутинно, с достоинством, не оглядываясь по сторонам. Он российского масштаба фигура, он деятель, он, как бы сказать, он собиратель. Он обогнавший время человек. Странным образом он убирал студию примерно в то же время, когда Владимир Иванович Немирович Данченко основывал школу-студию МХАТ. В 1943-1944 год, в 1943 году Немирович открывает школу-студию МХАТ, немцев только что отогнали от Сталинграда, по Саратову первые колонны прогоняли. Господь Бог не знал еще, кто победит, Гитлер или Сталин. А вот он думал о том, что на нем жизнь не кончается, и что жизнь будет дальше. Это дано немногим. Конечно, масштаба российского всесоюзного. Так, мне кажется, в моей 72. 4 октября день рождения Саратовского Тюза. 5 октября день рождения Саратовского Тюза.